Мужчина прогуливался со своей женой вдоль побережья, когда вдруг заметил стаю дельфинов. Само собой он тут же начал снимать. Дельфины, которые выпрыгивают из воды, стоят того. Но больше всего его внимание привлекла пара животных, которые прыгали активнее остальных. Из бока одного дельфина как будто что-то тянулось. И только дома, просмотрев фотографии на компьютере, он обнаружил, что что-то было большой миногой. Паразитом, родом из далекого прошлого, которого дельфин изо всех сил пытался стряхнуть. Удалось ли ему? Честно говоря, я сомневаюсь. Как минимум потому, что миноги существуют на нашей планете около 360 миллионов лет. И за это время они чертовски хорошо научились паразитировать. Им вовсе не нужно находить именно дельфинов. Миноги питаются кровью самых разных видов. Скумбрии, трески, акулы, морские угри, скаты, морские свиньи, даже киты. Подойдет кто угодно, миног не волнуют детали. Они выслеживают своих жертв, присасываются к ним, а потом вгрызаются острыми зубами и не отпускают до тех пор, пока не насытятся. Иногда можно встретить одну рыбу, к телу которой прикреплено несколько миног. И что-то мне подсказывает, что это не самые приятные ощущения. Особенно если посмотреть на то, как выглядит рот миноги. Да это же кадр из фильма ужасов! Хотя технически у миноги не совсем зубы. Ну, не в привычном их понимании. Это роговевшие пластинки кожи, которые периодически стираются, но затем заменяются новыми. Челюстей у миног тоже нет, то есть по сути они не кусают своих жертв, а соскабливают чешую и кожу. Но мало крепко присосаться к источнику крови. Нужно еще сделать так, чтобы кровь не свернулась раньше времени. Поэтому миноги постоянно производят антикоагулянты, вещества, которые предотвращают свертывание крови. Также, кстати, действуют комары. Но вообще, вдумайтесь, минога – существо, которому 360 миллионов лет, и за это время они практически не изменились. Получается, что миноги… совершенные? Ладно, об этом как-нибудь в другой раз. Что там с жертвами миног? На самом деле у них не так уж много вариантов, и все зависит от размера. Если жертва небольшая, то потеря крови вместе с инфекциями сильно ослабляют ее. Как только это происходит, минога отделяется от своей кормушки и отправляется на поиски новой. Ну, а жертва погибает. У существ побольше, есть шанс остаться в живых. Иногда аппетита миноги просто не хватает, чтобы выпить рыбу до конца, и она отцепляется раньше. Тогда на телах выживших остаются ужасные, но очень узнаваемые шрамы, по которым можно определить, сколько миног здесь когда-то кормилось. Но лучше всего аппетит миног переносят акулы. И дело тут не только в размере. Эти хищницы обладают невероятной регенерацией. Если бы Дэдпул оказался среди акул, он бы, наверное, и удивился, но они бы приняли его за своего. Акулам просто необходимо быстро регенерировать, потому что их организмы постоянно сталкиваются с какими-нибудь испытаниями. Например, самцы кусают самок во время спаривания, а зубы у акул, сами понимаете, острые. Но раны затягиваются за две недели или даже быстрее. Другие акулы дерутся с целью подоминировать или становятся жертвами более крупных хищников. Здесь опять же пригодится быстрое восстановление. Даже реально серьезные раны исчезают примерно за полтора месяца. А посмотрите на это. Акула получила травму грибным винтом лодки, и это выглядит очень неприятно. Однако меньше, чем за месяц рана полностью исчезла. Но сразу возникает вопрос. Почему все происходит настолько быстро? Что ж, одна из причин – возраст. Как и миноги, акулы давно плавают по нашим морям и океанам. Если верить ученым, то это происходит уже примерно 450 миллионов лет. И все время проходило в постоянной эволюции. Она и сделала из акул очень успешных выживальщиков. Иначе бы они просто не продержались настолько долго. Например, у белой акулы пару лет назад обнаружили гораздо больше генов, отвечающих за свертывание крови, чем у любого другого млекопитающего, рыбы или птицы. Прокачали акулы и белки, которые помогают создавать новую кожу и ткани. То есть акулы буквально посвятили часть своего генома заживлению ран. Неудивительно, что у них так хорошо получается. Если вам нужен какой-то конкретный пример, вот так выглядит самая избитая белая акула в мире. Титул, конечно, так себе, но вы только посмотрите на количество шрамов на ее теле. И при этом акула в порядке, она пережила все это. А если акулы способны справиться даже с самыми тяжелыми ранениями за пару недель, какое им дело до каких-то минок? Дельфины, кстати, не так уж отстают от акул, когда дело доходит до регенерации. Вот эта особь сильно обгорела на солнце в 2016 году. А ведь бедный дельфин провел без воды только сутки. Люди, спасшие его, не думали, что животное вообще переживет такие травмы. Но дельфин полностью восстановился и уже через пару лет, кажется, даже не вспоминала произошедшим. Это еще что такое? Кто мог так исцарапать кошелота? В океанах что, завелись гигантские подводные тигры? Мы не в курсе? Хорошая новость, гигантских подводных тигров не существует. Плохая новость, это сделал кальмар. И да, он как раз и был гигантским. Гигантские кальмары и антарктические гигантские кальмары – любимая пища кошелотов, за которой они готовы нырять на глубину до километра и проводить под водой больше часа. Но кальмары не согласны с тем, что их едят, и потому пытаются сопротивляться. Обвиваются вокруг кошелотов, оставляют характерные следы присосок и такие вот белые шрамы. Правда, сражения между кошелотами и кальмарами никогда не наблюдались людьми, так сказать, в режиме реального времени. Но ученые считают, что белые шрамы появляются именно так, и у них хватает доказательств. Уже в начале прошлого века находили кошелота с такими шрамами. В общем, кто я такой, чтобы спорить с учеными, да? Но чем кальмар может поцарапать? Всегда казалось, что кальмары, ну, мягкие, сильные, с мускулами, присосками, но уж точно без когтей. А потом Стив показал мне их крючки. Они есть у многих видов, включая антарктических гигантских кальмаров и расположены на щупальцах. То есть они не просто цепляются за жертву или обидчика с помощью присосок, но и вонзают в них крючки. А еще эти крючки способны поворачиваться, причем, возможно, кальмары в состоянии это контролировать, чтобы зацепиться еще сильнее. А ведь еще у гигантских кальмаров есть клюв, похожий на клюв попугая. Только огромный и очень твердый. Это инструмент для убийства и расчленения добычи, а отдельные виды используют клюв, чтобы перерезать жертве спинной мозг и парализовать ее. Честно говоря, от кальмаров как-то не ожидаешь такой жести. Я понимаю, когда дайверы надевают специальные костюмы от акул. Они похожи на кольчуги, но, кстати, действительно работают. Многочисленные тесты это подтверждают и… без паники. Этот человек – профессионал, он был в полной безопасности. Но знаете что? Гигантским кальмарам плевать на все эти костюмы. Их крючки настолько крепкие, что способны достать человека даже сквозь современную кольчугу. Это произошло с британским натуралистом Стивом Бекшеллом. И это очень больно. Я действительно надеюсь, что обошлось без травм. С учетом всей этой информации начинаешь понимать моряков прошлого, которые настолько боялись гигантских кальмаров, что придумали кракена. Но если вам кажется, что столкновение с действительно большой особью могло произойти только в пиратах Карибского моря, то вы просто не слышали об эсминце USS Stein. В 1978 году он неожиданно налетел на нечто огромное под водой. Огромное и невидимое. На корабле начались проблемы с техникой, вышел из строя гидролокатор. Пришлось вернуться в порт. На куполе Сонара обнаружили сильное повреждение покрытия, глубокие порезы, царапины. В самом глубоком из этих порезов ремонтная бригада обнаружила большие изогнутые крючки. Прямо как у гигантских кальмаров. Но вот в чем проблема. Официальные измерения крючков и повреждений показали, что размер существа должен был быть более 46 метров в длину. При условии, что самый большой гигантский кальмар, зарегистрированный учеными, был всего 13 метров в длину. И хотя считается, что гигантские кальмары живут всего 5 лет, мне все равно стало как-то тревожно. А чтобы стало еще тревожнее, вот факт. Рыба-меч может напасть на лодку. Начиная с 17 века, есть достоверные сведения, которые это подтверждают. Причем рыбы не просто налетали на суда. Есть случаи, при которых они их даже пробивали своим носом, разумеется. А пример китобойного судна Фортуны из Массачусетса вообще пугает. Считается, что тогда рыба пробила как минимум 46 сантиметров твердой древесины. 46! Впрочем, подводной лодке Элвин повезло еще меньше. Рыба-меч налетела на нее на глубине 600 метров и воткнулась в нее. Команда подлодки решила подняться на поверхность, чтобы удалить рыбу. И процесс извлечения занял два часа. Представляете, насколько глубоко она застряла? Но почему вообще рыба-меч решила напасть на подлодку? Судя по всему, большинство таких нападений просто результат испуга или случайности, как и ситуации с черепахами. Их известно не так уж много. Иногда черепахи выживают после того, как в них входят острые носы. Иногда им везет меньше. Но ученые провели кое-какие исследования и выяснили, что, похоже, рыбы просто пытались поймать добычу, которая находилась рядом с черепахами. Черепахи, наверное, не в восторге от таких совпадений. О, я совсем забыл рассказать еще кое-что про дельфинов. Просто перепутал страницы в сценарии. Эх, ну ладно, лучше поздно, чем никогда, верно? Гринды – это крупные океанические дельфины, чуть меньше косаток, которые питаются в основном кальмарами. Кого в их меню точно нет, так это европейской салии. И не зря. В 2014 году к нидерландскому побережью прибило мертвую гринду, в дыхале которой застряла именно эта рыба. Необычно? Еще бы. Но через три недели на побережье оказалась еще одна гринда. И снова причиной смерти оказалась европейская салия. Возможно, слишком гибкая добыча извивалась и протиснулась в дыхало. А может, всему виной необычной гортани гринд. Но факт остается фактом. Они погибли, потому что их задушила рыба из числа Камбал. Ну что тут скажешь, природа удивительна. До скорого.